Великой Отечественной войне 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 выступал, потому что нужен руководитель экспедиции, который мог бы выступить и, может быть, отчитаться по необходимости. Но еще раз подтверждаю и подчеркиваю, что очень опытная на самом деле команда, даже не пожилых людей в возрасте, а удивительно, и подрастающее поколение с молодых ногтей ходило со своими родителями, в том числе и с Гаррием Семеновичем в предшествующей экспедиции. Поэтому в этом смысле было достаточно легко. Что касается выполнения поставленных целей, то они все были выполнены. Ну, говорить о их выполнении можно только после того, как мы произведем какой-то окончательный труд. В идеале это, конечно, сборник. По ходу экспедиции были публикации. Публикации и в газете Тверского вагоностроительного завода, и репортажи в «Панорама.Про», один из информационных наших помощников, партнеров. Ну, и кроме того, каждый в своей области проводил наблюдения и выполнял необходимые и поставленные зачастую другими даже организациями работы. Вот, в частности, Тверской краеведческий музей нам дал несколько заданий посмотреть по пути экспедиции. Экспедиция прошла по исключительно интересным историческим местам в Верхней Волжье о состоянии тех или иных объектов. Это может быть и какая-то мощеная дорога, которая, несмотря на все перипетии столетней нашей страны, сохранилась местами. Это и могилы воинов, которые погибли в разное время. Это, конечно, 1941-1945 год главным образом, но и, в общем-то, более древние захоронения и захоронения героев войны 1812 года. Об этом мы, может быть, поговорим, когда коснемся конечного этапа нашей экспедиции, деревни Кокошкино, в которой находится могила Александра Никитича Сеславина, нашего известного героя-партизана, Первой Отечественной войны 1812 года. Что касается, естественно, исторических целей, потому что наша экспедиция, она не только военно-патриотическая, но, собственно говоря, идея Игоря Семеновича, она разрослась в более серьезное начинание. Это и краеведение, это и военная история, это и естественная история, потому что, проходя через столь замечательные природные объекты и такое чудесное природное окружение, мы не можем не воспользоваться этим для написания тех же самых путеводителей, для проверки состояния стоянок по берегам тех рек, по которым мы прошли, и сравнить это с какими-то наблюдениями, которые предшествовали нашей экспедиции. Это не только наши экспедиции, по этим местам мы ходили и в 80-х годах, Игорь Семенович в 70-х годах ходил, но это и более ранние наблюдения, это наблюдения, например, 30-х и 20-х годов прошлого столетия. Это Александр Николаевич Вершинский, который работал тогда в Тверском, наверное, как он назывался, естественно, научном, тогда не было университета, но он работал в педагогическом институте в нашем, еще Тверском, до переименования Твери в Калинин, и описал такие замечательные совершенно экскурсии по Тверской губернии, это основные реки, ну и, конечно, Волга не именула его внимания, и вот часть его пути, описанного в книге, от большой коши впадения, большой коши в Волгу, левого притока до деревни Кокошкино мы прошли, поэтому о всех результатах говорить рано, но мы видим, что основные поставленные задачи выполнены участниками, были, но самая главная задача это прийти живыми и здоровыми и довольными. Что удалось. Что удалось. Ну, более детально, да, скажем так, более пристально к каким-то отдельным, отдельным каким-то фрагментам экспедиции, да, отдельным, может быть, ее участкам, да, на которые вы посещали, мы тоже постараемся сегодня об этом поговорить тоже. Виктория Викторовна, мы знаем то, что идейным вдохновителем, да, скажем так, вот сегодня выступала 17-я школа идейным вдохновителем экспедиции. Расскажите вообще, в том числе и ребята 17-й школы принимали участие, конечно, в экспедиции. Что для них это, в первую очередь, наверное, значит? Как они пережили это событие? Я уверен, что для многих это было впервые в жизни подобное, да, подобное мероприятие. Да, значит, действительно, наша школа идейный вдохновитель этих походов водных. Так получилось, что в нашей школе существует туристический клуб «Непоседы», которому в декабре этого года исполнится 35 лет. И этот туристический клуб собрал очень много и выпускников, и родителей вокруг себя. И даже директор нашей школы, Елена Анатольевна Кучина, она в 1986 году тоже принимала участие в подобном водном сплаве во главе с бессменным руководителем этого клуба Горевым Гаррием Семеновичем. Он был заведующим нашего школьного музея и очень многое делал для того, чтобы таковые экспедиции существовали. К великому сожалению, 9 мая этого года Гарри Семеновича не стало. Но 21-й водный сплав Гарри Семенович планировал, разрабатывал и даже принял участие в первом сборе по поводу предстоящей экспедиции. И, конечно, мы, имея его планы, имея его намерения, просто обязаны были реализовать этот замысел, эту идею. Но хочется сказать о том, что в этом году ситуация такая необычная в связи с пандемией, и поэтому школа смогла быть только идейным вдохновителем. Все те, кто стал участниками этой экспедиции, выступали и вступали в сообщество экспедиционное по собственной инициативе. И родители, и дети, и учителя там оказались именно потому, что зов сердца. И это нам удалось реализовать и сделать. Конечно, для юных участников экспедиция – это великая школа жизни и огромный праздник. Мы наблюдали ребят, которые у нас были трех возрастных групп. Младшая возрастная группа – это дети младшей школы. Им 9-11 лет. Но это был для них постоянный праздник. Игры на воздухе. Они старались как-то организовываться. Трюкна, вынужден вас перебить, потому что у нас небольшая реклама. Вы продолжите рассказывать о том, как ребята участвовали. Не переключайтесь, у нас небольшая пауза. Это программа «Тема дня». Сегодня мы вместе с нашими гостями подводим итоги экспедиции «Волжский рубеж-2020». У нас присутствуют сегодня в том числе и участники этой экспедиции. Виктория Викторовна, до перерыва вы начали говорить о том, что за ребята принимали участие, что для них это значит. Пожалуйста, расскажите поподробнее, потому что очень интересно все-таки узнать. Да-да-да. Значит, я сказала, что у нас дети делились на три возрастные группы, были дети младшей школы, дети средней и старшей школы, ну и так даже выпускники. И я сказала, что для ребят младшей школы 10-11 лет эта экспедиция была таким вот сплошным, с одной стороны сплошной школой жизни, с другой стороны праздником, потому что ребята резвились на свежем воздухе. Правда, определенное руководство их играми имело место быть, потому что мы заранее определили человека, который отвечал. Вот у нас был такой руководитель, как и папа Федоров Иван, и он несколько направлял игру детей. Ну а для деток более старшего возраста очень интересным было общение. Они постоянно старались подойти поближе к тем людям, которые завязывали между собой какую-то беседу, услышать эту беседу, что-то для себя почерпнуть, затем обсуждали что-то между собой, даже были сформированы молодежные такие вот экипажи, команды на байдарке. И я должна сказать, что очень успешно наши молодежные экипажи справились. К примеру, вот в моей байдарке капитанил молодой капитан Мишин Иван Дмитриевич. Он перешел в 11 класс нашей школы. Здорово. Ну помимо байдарок, что было еще, в чем дети еще могли принимать участие? Дети могли принимать участие прежде всего в организации быта. В лагере в туристическом, конечно, мы понимаем с вами, да, все следует вот просто, так сказать, с нуля начинать каждый день, потому что каждый день мы приходим на новую стояночку. И поставить палатку, помочь в разведении костра, в приготовлении пищи, во всем в этом ребята принимали участие очень активное. Ну, далее мы, ребят, озадачивали некоторой такой исследовательской деятельностью. Им следовало следить, смотреть, наблюдать за живой природой, за памятниками Великой Отечественной войны оставшимися и делать какие-то выводы, да, какие-то записи вести, какие-то наблюдения, фотографировать. Вот такие задачи перед ними стояли. Здорово. Артем Алексеевич, ну вот мы заговорили, да, уже разговор пошел о байдарках, да, и мы знаем, что эти байдарки во многом появились из-за того, что Тверской вагоностроительный завод, да, помог, оказал содействие в организации этой экспедиции. Расскажите, что делали вообще, как помогали, и как вообще, мы знаем, что 17-я школа, она подшефное предприятие, как эта работа ведется, это одно из, видимо, одно из только проявлений вот такой работы, да? Цели экспедиции совпадают с нашими целями в области социальной политики, и поэтому, когда подшефная 17-я школа к нам обратилась, мы не задумываясь, сказали то, что поддержим, и, собственно говоря, взяли на себя самые дорогостоящие моменты, связанные с заброской, с покупкой продуктов питания, с техническим оснащением, с аптечкой. Собственно, все, что члены экспедиции запросили, завод предоставил. Андрей Валерьевич, к Вам вопрос. Несколько этапов было экспедиции, да? То есть посещали три района, как мы знаем, два, две реки. Что было самым сложным, если вот поэтапно пройтись, может быть, что наиболее интересное, что самое сложное было вот в этой экспедиции? Я, наверное, начну с самого сложного. Ну, самое сложное, конечно, для каждого свое. У нас было, кстати, два отряда экспедиционных. Основной отряд – это водный, а второй отряд в лице Вашего покорного услуга – это пеший отряд. Поэтому мы охватили не только реку и ближайшие ее окрестности, но еще некоторые участки, которые отдалены от реки. Экспедиция пешеводная была. Пешеводная. Традиционно она пешеводная. Еще она была автомобильная, когда Евгений Павлов, наш участник нынешней экспедиции, еще на машинах ездил. Но в этот раз он решил тряхнуть стариной и вот вспомнить свои первые походы с Гаррием Семеновичем в 80-х годов. Он своей дочкой прошел на байдарке. Река Большая Коша, конечно, не полноводная река, нам повезло на самом деле, потому что вообще уровень воды достаточно высок в центральном регионе России. И мы очень удачно прошли большую ее часть. Однако совершенно удивились, когда подошли к устью Большой Коши. Ну, думаем, сейчас Волга ее подопрет, она будет полноводной, там вообще никаких проблем не будет. Оказалось, что вот этот день последний, когда мы были в Большой Коши, он занял и большое количество усилий и материальные какие-то стороны, потому что, так сказать, сделали дырки на нескольких байдарках. Оказывается, устье Коши достаточно широкое и рассчитанное, видимо, ну, очень какие-то полные воды, может быть, там, конца ледникового периода, когда она этого разрабатывала. А сейчас, несмотря на полные воды в верховьях реки, все равно она жалким ручейком протекает до Волги и таким образом совершенно не позволяет водной экспедиции нормально проходить. В общем, многое зависит, конечно, от вида транспортного средства, на котором вы идете. Если это надувная лодка или поддувная байдарка, она легче проходит. Но если это вот традиционные байдарки, по которым мы ходили, они очень ердкие, быстрые, грузоподъемные, но они не могут пройти вот по таким мелким участкам рек, вот в том числе Большая Коша, конечно, здесь нам большой сюрприз. Выдвинул, ну, он сгладился немножечко рекой Волгой, полноводной, с красивыми берегами, совершенно замечательно. И тут я прохожу или перехожу к красивым местам. Это, конечно, совершенно замечательная окрестность. Мы крайне рады, что они оставлены в некотором случае человеком и развиваются так, как они развивались, естественно, путем до проникновения сюда человека. С одной стороны, это красиво. Появляется больше зверья. Встречают, что и дело, следы кабанов. Популяции, которых восстановилось, и лосей, и завезенных сюда ряда зверей. Не все к ним однозначно относятся, но тем не менее, они красивы. Та же самая нитовидная собака попадается. С другой стороны, достаточно мало стоянок стало. Раньше мы ругались, что вот вайдарочники, они выбили все берега рек, они там стоянками нарушают экосистему, они оставляют мусор. С одной стороны, таких стоянок стало меньше. Это показывает, что интерес, наверное, к сплавам все-таки значительно сократился в сравнении с 90-ми, концом 80-х годов. Но, с другой стороны, те немногие стоянки, которые нами были найдены, одна из задач наших была, это осмотр этих стоянок и рекомендации нашим последователям, где встать лучше, они показывают, что сознательность людей выросла. То есть все стоянки замечательно убраны. Ты выходишь, там есть столик, там есть даже некоторые продукты, которые не выброшены в мусорную корзину, а поскольку они хорошие, оставлены. То есть картофель, к примеру. Да, коллеги дадут мне соврать, там они где-то нашли картофель на одной из последних стоянок. Таким образом, у нас к огромному количеству грибов, которые мы там увидели, то есть там буквально можно было набрать несколько ведер за несколько минут, добавилась еще замечательная картошка. Не знаю уж, с какой-то целью оставили к этим грибам, либо просто имеется опыт сибирских хождений у той группы, которая нам предшествовала. Красиво. Порадовали нас и памятники 1941-1945 года. Они облагорожены, они находятся в хорошем состоянии, а самое главное, они находимы. То есть к ним не только есть указатели, но и дорожка, коих в начале 90-х мы зачастую вовсе не наблюдали. Сергей Анатольевич, ну вот из того, что мы услышали от Андрея Валерьевича, ну что-то действительно красиво, но что-то в то же время и опасно. Вот сплавы по рекам не всякие взрослые выдержат, а тут дети принимают участие. Но тем не менее, на ваш взгляд, зачем нужны участия ребят в таких мероприятиях? Насколько это важно для молодого, для подрастающего поколения? Ну, во-первых, хочется немножко ностальгировать по прошедшему времени. Что имею в виду? Мы сейчас уже привыкли к массовым большим скоплениям людей, к массовым форумам, фестивалям, молодежным местам. Красивая картинка, хорошие поляны оборудования, вложены десятки миллионов рублей. Но ушла вот эта романтика. Романтика похода, печеной картошки, там, не знаю, мозоли на ногах. И всё то, что было в 90-х годах и раньше, сейчас, к сожалению, у нас уже утрачено. И мы, наверное, в нашем разговоре нужно было начать с того, что сейчас все здесь за столом, сядут энтузиасты этого дела. Никто из здесь присутствующих не получает деньги за этот труд. Это их риск, это их труд, это их бессонные ночи, это их нервы, это их не является прямой работой. И вот этот самодельный турин, слово даже мы начали забывать уже, да? Он много-много десятилетий был в нашей стране популярен. И как раз Гарри Семёновича иногда вспоминали, это полковник отставки, это бывший военный. И таких бывших военных, вот могу назвать, Миршеченко Вячеслав Григорьевич, помните, в 29-й школе был активно работал, тоже, к сожалению, ушёл. Кукулевский Александр Сергеевич, дай Бог ему здоровья, сейчас в 8-й гимназии занимается активно. Это люди, которые готовят этот труд на себя брать. И вот этот самодельный туризм для детей, он важен почему? Вспомните себя в детстве. Лето – это целая эпоха. Эти три месяца, они настолько длинные. То есть жизнь ребенка каждый день, в взрослой жизни превращается в месяц, наверное, он за этот день получает столько навыков, эмоций, чего-то полезного, да? И когда ребенок в походе, как раз это можно ему дать. Это можно дать близким контактам, это можно дать какими-то интересными мероприятиями. В конце концов, даже просто мозолина отвёзься по лучи, топором помаши, картошку почисти. И вот этот детский туризм, 17-я школа пошла по пути, благодаря коллегам, благодаря спонсорам, по научной стезе. Какие-то школы, какие-то энтузиазии продолжают, там экстремальный туризм. Кто-то ушёл в волонтёрство, в поисковое движение, да? Есть часть лагерей, которые занимаются непосредственно воспитанием, там те же трудные подростки, реабилитация, дети-инвалиды, да? Но это уже остались все-таки крупинки этих алмазов, которые мы, к сожалению, уже сейчас в наше время, к сожалению, растеряли. И я крайне негативно отношусь к тому курсу, который взяла в том числе и наша власть, на ужесточение этого контроля над детскими лагерями. Если в начале 2000-х годов, в 90-е годы, практически во всех школах проводились походы, сейчас таких школ единицы остались в городе. Почему? Требование. Должна быть антиклещевая обработка поляны, а это деньги. Нужен строгий рацион питания, вплоть до калорий, там свежее, молочко каждый день ребёнку. Где я в походе ребёнку найду йогурт каждый день? Вот об этом дяденьки или тётеньки в министерстве задумывались или нет? Очень сложное передвижение идти в колонии, в сопровождении ГАИ, обязательно автобусы обеспечены удерживающими устройствами, целая куча требований возникло, да? В конце концов финансирования тоже. Если раньше просто можно было пойти с шапкой по кругу, с родителями собрать деньги на эти деньги и купить продукты, то сейчас, извините, договор на закупку продуктов, сертификация на все продукты. В общем, сейчас такие бюрократические барьеры выстроились вокруг этого движения. Я глубокий поклон присутствую, что они нашли все силы этим заняться. Слава Богу, нашли спонсоры замечательные, вагонзавод наш, да. Не зря жемчужина нашего, как завожья, так... Всё-таки завожья, в первую очередь. Это наше предприятие завожье. И ещё вот очень вежливо так Андрей Валерьевич сказал, да, по поводу стоянок. Последние мои походы с детьми по Селигеру показали о том, что вся земля уже частная, уже встать негде. На многие берега шумяны. Всё раскуплено, всё раскуплено. Заборы, ограждения, знаки. И с детьми, приходишь с детьми на байдарках, а встать нельзя. Земля-то уже не наша. Вот кто это допустил? Несмотря на то, что есть целая куча ограничений, водные коды, всё остальное. Однако закон – это бумага, а жизнь – это жизненно. И сейчас с детским лагерем составить маршрут, нормальный, адекватный, чтобы можно было, где взять питьевую воду, где можно остановиться, безопасно остановиться, да. Проблем масса. И если мы потеряем вот этот пласт, вот этой культуры нашей, вот этих навыков наших, энтузиастов этих наших потеряем, ну что, ну форумы-то у нас останутся. Весеваль нашествие у нас останется, да. Но дети утратят этот навык. Чем мы отличаемся от Запада? Тем, что мы, мне кажется, мы ближе к природе. У нас большая страна, у нас природа на расстоянии вытянут руки. А на Западе этого нет. И там это уже утеряно. И это, в том числе, я думаю, смысл нашего выживания, шанс нашего выживания в будущем, что у нас дети должны быть приспособлены. Должны уметь выживать в походе, дружить друг с другом. Поход это сложно, это психологически, это не только отдых. Это не всегда... Это работа. Да, это не всегда хорошая сон, что я загораю. Нет, это труд, в том числе. Это плохая погода бывает. Это, возможно, не всегда питание, доз. Да, это какие-то психологические проблемы в коллективе. Концепс, что дети в течение недели должны в палатке, в четвером-пятвером находить общий язык. Что должно быть удобно не только мне, но удобно и моим соседям. Я не только свои проблемы решаю, я должен котел помыть для всего лагеря. Я в игре должен поучаствовать, за свою команду. Не я выиграю, команда выиграет. И весь вот этот коллектив детский, это одна единая команда. Включая взрослых, руководителей, ученых, педагогов, помощников, спонсоров, не знаю, воспитателей, да? Это одна команда. И если мы вот этот пласт потеряем, самодельного туризма, школьного туризма, детского туризма, не знаю, что мы заметить его сможем. Вряд ли у нас фестиваль нашествия сможет дать тот поток навыков, умений и эмоций, которые мы имели. Сергей Анатольевич, ну вы вот как тот человек, который напрямую с этим связан, на ваш взгляд, как сделать так, что вот ситуация, о которой говорил Сергей Анатольевич, не случилась в итоге? Как не потерять вот тот самый детский туризм? Ну, на самом деле, очень серьезные проблемы поднял Сергей Анатольевич. Действительно, настолько сложно нам в последние годы было организовывать палаточные лагеря. Мы обязаны были до 100 документов собрать для того, чтобы лагерь был открыт. И все равно это стояло под знаком вопроса, и до последнего и дети, и родители не знали, сможем мы все-таки погрузиться или нет. Мне кажется, что наша задача все-таки сохранить это движение. Почему? Потому что это еще и любовь к родине. Это та любовь, которая не навязывается, а которая приходит как-то вот изнутри и из-под воль. И она вот не показная, а настоящая истинная, которая греет всю жизнь, которая дает силы и стимул для того, чтобы решать какие-то вопросы, которые будут стоять, проблемы уже перед взрослым человеком. Как сохранить? Ну, конечно, брать инициативу в свои руки родителям. И если есть хоть какое-то желание, какой-то интерес, немножечко спортивной подготовки, не бояться все-таки поддержать инициативную группу педагогов и со своим ребенком, потому что такое есть условие, если ребенок несовершеннолетний, то он непременно обязан с родителем отправиться вот в этот водный сплав. И вступать смелее в это движение, потому что вы получите массу и для себя, как взрослые люди. Вот я хотела сказать, что в этой экспедиции у нас буквально появились и организовались клубы по интересам. У нас там был и женский клуб, и профессиональный клуб. Мы успели обсудить массу вопросов. У нас, по сути дела, были какие-то вот даже такие вот клубы профессиональные, педагогические. Удалось пообщаться с работниками высшей школы, и это тоже очень-очень полезно. Хочется сказать, что для себя можно получить необыкновенно приятную атмосферу и вот такое интеллектуальное еще общение. Если во время руководства экспедициями Гаррием Семеновичем мы чувствовали вот такое военное начало, то под руководством нашего профессора Зиновьева мы почувствовали вот такое мягкое, научное где-то, интеллигентное обращение, и смогли вот это тоже оценить. Ну вот, думаю, что рекомендации такие. Ну, очень надеюсь, что власти, вышестоящие организации обратят внимание на наши сложности. Мы тоже, да. И как-то будут нам помогать и способствовать. Мы тоже на это надеемся. У нас небольшая реклама. Скоро вернемся. Это программа «Тема дня». Сегодня мы подводим итоги экспедиции «Волжский рубеж». Она завершилась буквально на днях, 15 августа. Сегодня у нас участники экспедиции, идейные вдохновители экспедиции. В общем, те люди, которые непосредственно с этим связаны, которые эту работу ведут достаточно давно. Одними из участников были сотрудники Тверского огоностроительного завода, предприятие, которое в том числе оказало существенную помощь в организации экспедиции. Артем Алексеевич, расскажите, почему сотрудники ТВЗ, а их было около трети участников, решили принять участие, насколько это было важно для предприятия. И вы лично, да, что для себя вынесли, почему для вас было тоже поучаствовать в «Волжском рубеже» значим? Ну, начну, наверное, с себя. Я закончил Тверской государственный университет и, собственно говоря, был учеником Гаррия Семеновича и в разные годы ходил с ним в экспедиции, в том числе и в водные. И в процессе подготовки данной экспедиции выяснилось то, что многие сотрудники были знакомы с Гаррием Семеновичем, принимали участие. И было принято решение пойти в этом году единой командой. Нас было 12 человек. Самому младшему участнику вот в экспедиции исполнилось 6 лет. Уже опытный турист. Что вынес для себя, наверное, как и многие? Ну, во-первых, это перезагрузка. То есть это какая-то даже переоценка каких-то моментов. Во-вторых, это наслаждение красотой наших рек, берегов, просторов. То есть Тверская область богата. Есть на что посмотреть. И в какой-то момент мы даже, наверное, стали забывать о том, что рядом есть такая красота. Ну и самое главное, это вот чувство единой команды. То есть сейчас Тверской область строительный завод это 10 тысяч человек. Это большая семья, которая активно работает. И, собственно говоря, ждет в свои ряды тех, кто хочет. Активно работает, но и активно принимает участие вот в подобных инициативах. Андрей Ильич, мы сегодня очень не один раз уже вспоминаем фигуру Гаррия Семеновича Горевого. Давайте немножко тогда поподробнее, что он значит вообще для Тверской области. Я так понимаю, это путешественник, заслуженный путешественник России. Все-таки фигура достаточно глыба, можно сказать. Пару слов о нем. Насколько он в этой работе тоже всегда принимал участие. Активно достаточно, не знаю. Гаррия Семеновича, в первую очередь, это военный ученый, награжденный и государственными орденами, в том числе орденом Красной Звезды за укрепление обороноспособности страны. Он, кстати, это не афишировал. Но, тем не менее, его скромность в данном случае, наверное, не всегда была уместна. И вот этот свой научный подход, когда говорят, вроде полковник, военный, значит, с наукой он никаким образом не связан. Нет, на самом деле, военная наука достаточно серьезная. Была и в Советском Союзе, и сейчас в России, и в Российской Федерации. Поэтому вот этот свой научный подход ученого, он распространил свою деятельность после выхода в отставку. Он работал некоторое время в архиве, в областном архиве. И здесь, конечно, сделал совершенно невероятные вещи. Он являлся одним из авторов энциклопедии Тверской области, события для Тверской области. Он очень энциклопедически был образован, то есть он мог дать комментарии, совершенно неожиданные комментарии, практически по любому месту Тверской области, где мы находились. И это действительно неожиданно было для меня, как работник университета, привыкшего как-то расценивать себя в качестве такого интеллектуала. Вот Гарри Семенович оказался совершенно неподъемным, в этом смысле человеком, то есть он невероятный знаток. И очень скромный в этом смысле, то есть он никогда не выпячивает эти свои знания. И еще одно его качество, которое сформировало его образ, образ, который позволил успешно провести эту экспедицию, это, конечно, его организаторские способности. Наверное, он был воспитан в рядах Советской армии, как организатор военных, но это воспитание оказалось очень органично воспринято. И позднее, когда он работал в школе директором музея, в 17-й школе, когда он работал в других организациях, когда он взаимодействовал с тверскими краеведами, вот оно позволило сделать совершенно уникальную воспитательную такую команду, воспитательную функцию. Это и клуб «Непоседа» в школе. Я думаю, что клуб «Непоседа» является таким младшим братом вот этого замечательного туристического клуба «Луч», в котором те же самые военные коллеги Гарри Семеновичи не только на протяжении многих лет занимались военно-патриотической работой, и, как мы видим, не только военно-патриотической работой, вот эта самая военная патриотика, она развила в них любовь к Отечеству. А любовь к Отечеству — это любовь не только к его военной истории, но любовь к его природе, любовь к его красотам, любовь к его народу в разных его появлениях. Поэтому Гарри Семёнович, конечно, в этом смысле является уникальным человеком со своей невероятно разнообразной историей. И эта невероятно разнообразная история формирует разнообразие наших экспедиций. Сергей Анатольевич, ну вы тоже ведь, насколько я знаю, Гарри Семёновича знали. Я, во-первых, с удовольствием услышал слово «луч». Мне была честь, я порядка 17 лет возглавлял этот турклуб, был его руководителем и, по сути дела, последним руководителем. Почему? Потому что я уволился с вооружённых сил, когда я служил с Гарри Семёновичем. В 2010 году я уволился с вооружённых сил, и, насколько я знаю, после моего ухода турклуб «Луч», к сожалению, ушёл. Не нашлось молодёжи, которая готова была взять на себя этот груз ответственности. Поэтому что имеем, то имеем. Слава Богу, что у нас есть такие люди, как Гарри Семёнович, что мы можем их вспомнить и хоть как-то попытаться достичь их уровня. Я не говорю, превысить вряд ли, да, уже не успеем, наверное, но хотя бы как-то приблизиться к тому, что он делал. А военные, ну, военные люди вообще, наверное, особой своей структурой. Для них собрать рюкзак и куда-то двинуться в поход – это не проблема. Это раз, какие-то тяготы похода – это тоже не является большой проблемой. Как я уже сказал, военные, наверное, привычны к коллективизму, именно к этой командной работе. У нас сейчас очень усиленно навевают и, кстати, прививают индивидуализм, индивидуалистские качества, да, заработай больше других, купи машину круче, чем у других, да. Не надо. Нам, наоборот, нужно идти, что у всех должно быть хорошо. У всех должны быть хорошие машины, у всех должна быть интересная жизнь, у всех должно быть достойное питание и какие-то там развлечения, да. В этом наша сила. И вот я благодарен еще 17-й школе. Недаром это одна из лучших школ нашего города. Вы с ней достаточно давно сотрудничаете, насколько мне известно. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, она находится на моем избирательном округе, как мне делать. Я обречен с ней сотрудничать. Это раз, да. Во-вторых, она долгое время была подшефная у 2-го НИИ, у войской части, да. Далее там, в конце концов, моя дочка закончилась. Спасибо, кто ревелизов. Мы начали нашу встречу с того, что она вспомнила про мою дочь и узнала, как у нее дела. Да, то есть дочка выпустилась порядка где-то 10 лет назад, да, а до сих пор я не помню. Помню, что это Мамонова Аленка. Да, Мамонова Алена, спасибо большое. То есть 17-я школа, видите, она не только в учебной, в научной среде показывает высокий результат, но у руководства школы есть именно вот этот фитиль в нужном месте, что нужно детям еще давать, и кроме учебы, кроме учебников, нужно давать какое-то еще развитие эмоциональное, физическое развитие. И вот это для администрации школы очень важно. И надо их пример развивать, ставить пример. И я вообще думаю, что, наверное, управление образованием надо какую-то бонусную систему финансовую придумать для тех школ, которые сохранили эти детские школьные лагеря, которые пытаются что-то сделать. Я знаю, что 29-я школа каждый год проводит палачные лагеря. Дальше у меня информации нет. Надо их поощрять. Это важное дело. Это их нервы, это их бессонные ночи, но это надо финансировать. К сожалению, без денег у нас в наше время ничего сделать невозможно. Ну и, наверное, надо этому вниманию взглянуть сейчас, когда вам из разных, скажем, да-да, точки зрения существует, история по-разному трактуется, все мы знаем об этом, да, и в том числе и дети сейчас слушают и смотрят различные точки зрения, которые, может быть, не всегда, да, скажем так, идут в конве официальной позиции. Катеря Викторовна, вот на ваш взгляд, вот сейчас эта работа в такое время, насколько важна с детьми? Почему именно сейчас это важно делать? Да, меняются подходы к изучению истории, истории мира, истории России, потому что мы наблюдаем, ну и развитие исторической науки, открываются новые документы, архивы, некоторые позволяют, да, как-то заглянуть, особенно по документам, связанным с новейшей историей, с историей Второй мировой войны. И, конечно, к тем учебникам, которые в школе существуют, у ребят возникают вопросы, могут быть вопросы, и они еще связаны, конечно, с большим, таким вот замечательным источником, как интернет. И если ребята своими глазами прикоснутся к изучению истории... В том числе истории Великой Отечественной войны. В том числе и истории Великой Отечественной войны. То уже какое-то свое правильное представление они получат изначально. И затем им легче будет ориентироваться в том, что высказывают различные специалисты, ну и находить какую-то такую точку зрения свою, да, вот в том, каким образом развивалась наша история, прошлая нашей страны. — Алина Владимирович, ну вы согласны с тем, что вот подобные экспедиции, они помогают в том числе и патриотическому воспитанию Владю? — Да, они помогают и помогаются очень своеобразно. Вот Виктория Викторовна совершенно справедливо упомянула, что есть специалисты, есть, так сказать, мэтры, которые, конечно же, не могут быть независимыми от государства. Государство имеет свою политику, и нам приходится, конечно, корректировать те данные, которые идут и в архивах, и в мемуарах, для того, чтобы, в общем-то, государство у нас не распалось. Это понятно, должно быть. Вот эти экспедиции, они позволяют и в том числе детишкам собрать по группицам те знания, которые являются первичными. Местами еще сохранились, если не свидетели, то достаточно близкие потомки свидетели того, что происходило в этих местах. А под Оржавом происходило, ну, очень интересное, так сказать, проходили очень интересные события, неслучайно памятник поставлен там. — Жесткий мемориал, да? — Жесткий мемориал, да. Он, конечно, отражает, в небольшой степени отражает именно вот те годы, когда очень необычные, очень неординарные операции проводились вот по берегам Волги, и мы ставили лагеря практически в каждом из них, ну, особенно на высоких берегах Волги, на его левом берегу, где, собственно, и была сеть укреплений, мы постоянно сталкивались вот с этими самыми укреплениями. Они есть, они кое-где затянулись зеленым хом, это свет соснячок, есть доты, причем эти доты показывают, как поменялась, на самом деле, за 70 лет прошедшей с войны территория растительность, то есть детишки искренне удивляются, когда дот открыт просто на лес. Оказывается, все до Волги было чисто, и за Волгой было чисто до самого холма, и то есть наступающие немецкие войска там могли простреливаться на расстояние стрельбы из той пушки, которая стоит, и там все внутри буквально, вот как только сейчас сняли это орудие, там место для передвижения лафета, там, правда, закрытые места, где находились снаряды. Тут касаешься всего этого и понимаешь, что да, официальная история, она красива, она нужна, но вот перед тобой есть та история, которая, собственно, может дать тебе пищу для размышлений. Которую можно пощупать, которую можно увидеть в своем глазе. Вы хотели добавить? У меня здесь маленькая ремарочка в том смысле, что давайте все-таки оценим, что мы живем в Тверской области. Эта область уникальна тем, что у нас действительно вот эта история, она рядом. Я много раз был на молодежных слетах, на общероссийских, и та же молодежь из-за Урала, там, Омск, к примеру, Новосибирск, Алтайский край, да, у них красоты природы не хуже, чем у нас, у них экстремальные походы запросто, но вот этой исторической составляющей, которая есть у нас в Твери, у них этой нет. Там нет, не винились боевые действия, там нет этих захоронений, может быть, к счастью, что туда война не дошла, да, а у нас в Тверской области, это оно рядом, и мы вот это имеем, к нам очень много экспедиции приезжают из других регионов именно на поисковый сезон, покопать, поискать, потому что у них этого нет, понимаете? У нас в Тверской области, да, и богатая природа, и богатая история, и есть энтузиасты, и есть, слава богу, наша нормальная, адекватная молодёжь. Вот мы говорили, да, Анна Лилия же отронулся, потомку, в том числе, с которым можно побеседовать, но мы знаем, что на Тверском вагоностроительном заводе работают, да, потомки тех, кто, в том числе, сражался за родину, воевал, наверное, и с точки зрения предприятия, предприятию было важно поучаствовать в этом мероприятии. Да, наш завод чтит память тех, кто сражался на фронтах, кто ковал победу в цехах, в тылу. На заводе до недавнего времени мы думали, что семь героев Советского Союза, и вот в этом году удалось выяснить, что всё-таки их восемь. То есть мы ещё ведём работы по восстановлению истории. Хочется отметить один важный момент. В этом году Тверское региональное отделение Союза машиностроителей выступило с инициативой присвоить имена героев улицам в новых микрорайонах Твери. Потому что три улицы героев есть, хотелось бы, чтобы всем остальным... Елизаров, это герой России. Да, память недавно поставили, да. Тут идёт речь о именно героях Советского Союза, которые сражались на фронтах. Алина Валерьевич, ну к вам, наверное, вопрос, как всё-таки исследователю, учёному, не только с точки зрения патриотики, военной патриотики, важны подобного рода мероприятия, но и с точки зрения исследований. Удалось ли что-то, может быть, открыть, какие-нибудь, может быть, сделать открытия интересные, чего-то, может быть, узнать того, что не знали раньше? Да, понимаете, такая большая группа, когда идёт... Понятно, что концентрироваться на какой-то одной цели, наверное, нерационально. Потому что мы проходим места, и мы должны максимальную информацию из этих мест брать. Это, в общем, традиция тех самых комплексных экспедиций, которые начались у нас в России ещё с первой половины XVIII века, когда мы, открывая сейчас воспоминания тех путешественников, с удовольствием находим самые разнообразные аспекты, которые они исследовали во время этой экспедиции. Поэтому мы тоже постарались это сделать, и традиционно удаётся отметить места обитания каких-то редких видов животных. Конечно, состояние нашей природы, оно оценивается, главным образом, не по самым обычным её представителям, которые во множестве встречаются, но вот по тем самым представителям, которых у нас мало. Именно они показывают, насколько у нас природа разнообразна, и насколько у нас есть уголки, которые, в общем-то, необычны для всей области. И вот такие представители, как правило, редкие, занесены в целую серию книг. Вот одна из них, хорошо вам известная, это «Красная книга». У нас есть и «Красная книга» Тверской области. И традиционно мы, путешествуя в таких экспедициях, отмечаем состояние уже известных мест обитания этих растений и животных, и находим, естественно, поскольку продираемся зачастую через труднодоступные места, вот новые эти места. Поэтому в этот раз мы с отрады установили наличие той же самой скопы, такого рыбного орла, который в приличном количестве вдоль Волги летит. И увидеть его можно только, если ты пройдёшь на Пайдарке по Волге. Так просто с берега там он пролетел и исчез. А здесь ты достаточно долго его наблюдаешь. Ну и целая серия видов растений и животных была нами отмечена, о чём будет сообщено в публикациях и в новом издании. Я не знаю, когда будет, правда, ещё пока тишина из Министерства природы и экологии Тверской области, но, тем не менее, когда-нибудь третье издание выйдет. И вот в этом третьем издании войдут, в том числе, и материалы этой комплексной экспедиции «Волжский рубеж-2020». Ну, для вас, как для исследователей, как для учёного, вот такой финал своеобразный, да, вещественный итог всё-таки будет значим. Что это должно быть? Какой-то альманах, книга? Вот как вы себе это видите в идеале? Да, это сборник, это может быть сборник даже того, что уже было опубликовано. То есть это вот некая, может быть, медиапродукт. То есть сейчас сборник может быть и в электронном виде, и не обязательно в печатном. И я, кстати, в последнее время больше предпочитаю именно электронный вариант, когда ты можешь... Ну, в флешке. Да, на флешке можешь носить с собой целую библиотеку. Вот, то есть вот это будет некий продукт. Гарри Семенович очень любил, конечно, бумагу. Он говорит, вот когда есть сборник, это замечательно. Архивный работник. Архивный работник, да. Ну, в общем, будет сборник. Вопрос, когда? До начала следующей экспедиции? Да, желательно. До начала следующей экспедиции. У нас и по прошлым экспедициям не всегда получался сборник сразу. И даже не каждый раз он получался. Всё зависит от множества всяких мелких деталей и нюансов. Но, тем не менее, к началу следующей экспедиции, в всяком случае, материал. Первый печатный материал можно помолить. А что это, Виктор Ильянович? Расскажите, что у вас что-то даст. Да, у меня в руках такой вот подарочный экземпляр газеты, вагоностроитель. И здесь вот такая замечательная статья Святослава Михня с большой любовью к малой родине. Ну, и здорово, очень описано. На камеру так развеете? Чуть-чуть, да, чтобы наши телезрители тоже увидели. Вот такой материал. Это вот то, что любил Гарри Семёнович в печатном виде. Но если вы повисаете интернет, введёте «Волжский рубеж-2020», вы относитесь на целую серию публикаций, которые осуществлялись в процессе работы экспедиции. Это тоже традиционно, потому что экспедиция на протяжении многих лет сотрудничала с тверской жизнью. И вот в тверской жизни зачастую в бумажном любимом Гарри Семёновичей виде выходили ежедневные, еженедельные информационные... История, наверное, нуждается, чтобы её фиксировали. Да, да, да. Сухой остаток, так говорил Гарри Семёнович. Сухой остаток должен остаться. Наши передачи, что же, мы фиксируем этот результат, правильно? Напечатали, обсудили, поговорили. Какую-то картинку сняли. Альманах будет. Понимаете, следы остаются. Любое дело, плохое или хорошее, нужно строить какие-то следы. Ну, нужно, чтобы хорошее. Плохое, чтобы не повторять это больше, а хорошее... Да, да. Знаете, вот хорошо, Артём сказал, что он начинал с Гарри Семёновича ходил. Вот таких бы ребят сохранить бы, его задор, его желание, принимать у следующего поколения эстафет, это двигаться. Здесь все, так или иначе, да, они последователи и ученики Гарри Семёновича в той или иной степени. Да, да. Это правда, действительно. Это так. Виктория Викторовна, если так коротко, вы, как учитель истории, что для себя узнали, скажем так, что-то новое, может быть, открыли в ходе экспедиции? Ну, я очень многое открываю всегда для себя. Почему? Потому что я родилась в Украине, и вот так получилось, что, приехав в Калининский государственный университет, поступила, осталась и вот стала работать в своей любимой 17-й школе. Для меня изучение краеведения Тверской земли — это, ну, такое постоянное открытие. И, конечно, вот всё мне очень-очень интересно, потому что историю области я ещё для себя только познаю. Предлагаю всё-таки, в том числе и проблемные темы у нас были озвучены, да, вот Сергей Анатольевич Мамонов сказал о том, что есть проблемы определённые с детским туризмом. Всё-таки, такие, такого рода события, такого рода мероприятия, как Волжский рубеж, зачем нужны? Надо ли пытаться их в дальнейшем сохранять, да? Ну, и как сделать так, чтобы они максимально полно отвечали своей работе, своим задачам и так далее? Андрей Анатольевич, давайте, наверное, скажем так, с вас. Ну, да, вопрос интересный. У меня сразу же мысль возникла. Вообще, зачем нужно движение? То есть, зачем нужна жизнь, по сути дела? Трудно, на самом деле, сказать, но вот жизнь ради жизни. Поэтому вот та самая экспедиция, на мой взгляд, это движение. А без движения, в общем, ничего не происходит. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша, не только наша страна, но и наш регион, Тверской регион, жил, то необходимо постоянно двигаться. И вот, мне кажется, этот вариант движения, вариант движения, когда ты ходишь по Тверской области, не просто глядя вокруг, но еще и видя, что вокруг тебя находится. То есть, ты понимаешь, что вокруг тебя находится, беседуешь с своими соотечественниками, которые удалены от тебя, и не всегда ты можешь найти их в интернете. Вот это, на мой взгляд, одно из основных сверхзадач или основных целей любого действия, и в данном случае такого благого действия, и такого разнообразного действия, каким является экспедиция, будь то Ворский рубеж 2020, будь то любая экспедиция, которая позволяет знакомиться с окружением. Виктор Викторович, тоже пару слов о том, что в дальнейшем, скажем так. Считаю, что мы выполнили миссию, которая обязательно должна была случиться, состояться, миссию передачи молодому поколению и передачи во времени тех традиций, тех каких-то основ, которые были заложены многими-многими людьми, прежде с Гаррием Семеновичем или без него, участвующих в подобном мероприятии. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто стоял у истоков этого движения, движения водного сплава и 21-й экспедиции. Это и Кочеткова Кира Степановна, это и Герасимова Светлана Александровна, историк, это и Мальгин Александр Семенович, историк, которому совсем недавно исполнилось 90 лет, это и замечательный руководитель Тверского вагоностроительного завода, Соловей Андрей Михайлович, низкий поклон. Это и те люди, которые являются руководителями нашими, непосредственными, и руководитель нашей школы, директор нашей школы. Ну и эта дочь Гарри Семеновича Горевого, Светлана Гарьевна, она ведь тоже приобщалась к нашим первым сборам и должна была принять участие в экспедиции, но некоторые обстоятельства не позволили ей это сделать. Хотя сейчас она вместе с нами и в общей группе, и на гусятник, который планируется, она собирается тоже подъехать. Артем Алексеевич, тоже коротко, Тверского вагоностроительного завода в дальнейшем наверняка планирует тоже принимать участие и поддерживать подобного рода проекты. Да, это очень близко нам по духу. Сейчас впереди нас ждет еще достаточно много работы по подведению итогов, в том числе и научных. Мне тоже досталась роль как выпускнику географического факультета. Ну и, конечно, такое окончание, это начало нового пути, планов. Отлично. Мы сегодня подводили итоги экспедиции «Волжский рубеж» 2020, в первую очередь с участниками этого проекта. Это была программа «Тема дня». Субтитры создавал DimaTorzok.